Студенты из ФФУ трудятся в теплом ключе. 12 юношей и 8 девушек в составе строя отряда убирают мусор, разбирают теплотрассы, помогают в сносе домов. Как организована работа студентов и их быт, расскажет Мария Винокурова. Студенческий строительный отряд Айхал Северо-Восточного федерального университета помогает в благоустройстве территории села Дорожников в теплый ключ Тампонского района, которому в этом году исполнится 75 лет. Основные задачи, поставленные перед ребятами, это снос домов, разбор теплотрасс, уборка мусора. В отряде под руководством командира магистранта пединститута СВФУ Айсена Старостина работает 20 бойцов, 12 юношей и 8 девушек. Ребята будут трудиться ровно месяц, до 7 августа. Фронт работы у нас на сегодня снос светлого жилья порядка пяти домов. Из них некоторые снесены, но убирать мусор надо. Для нас это вообще огромная подмога. То есть 20 человек, они горы свернут, молодые люди. Работодатель в лице администрации теплоключевского наследа обеспечивает студотрядовцев инструментами, питанием, проживанием. Юноши разместились в трехкомнатной благоустройной квартире, девушке в двухкомнатной. Студенты были удивлены тем, что в столь отдаленном от столицы поселке по высоким стандартам асфальтирована и обустроена центральная улица. Студотряд, как говорится, это школа жизни. Проходишь очень много. Справляться с проблемами, находить общий язык с руководством, с начальством, с ребятами. Заработная плата – 25 тысяч рублей. Это большая подмога для студентов. Студотрядовцы довольны своим пребыванием в селе Дорожников «Тёплый ключ» и высказывают пожелание побывать в Верхоянских горах и сплавиться по горным речкам. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Нина Ханарова, НВКСХ Хандыга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова